Под уголовным преследованием на Кубани 147 застройщиков и 19 должностных лиц. Все дела в рамках масштабной работы по защите прав обманутых дольщиков. Ее совместно с прокуратурой краевые власти начали чуть меньше года назад. И сегодня на встрече главы региона с заместителем генпрокурора России подводят промежуточные итоги. Как и было заявлено ранее, избежать ответственности не получится ни у кого. Это и руководство муниципальных образований, и судебные приставы, и эксперты, а также сотрудники органов Росреестра. В настоящее время в рамках этих уголовных дел 55 обвиняемых содержатся под стражей, 22 под домашним арестом. Могу сказать, что на данный момент работа продолжается, по всем делам ведется расследование, они находятся на контроле генеральной прокуратуры. На примитивном примере и дома эти строились, никто не контролировал и почему-то не заглядывал, ни в сроки, которые были заявлены в соглашениях, в договорах, в обязательствах застройщик. Прошло время и, конечно, намного дороже нам уже сегодня стало восстановить права обманутых дольщиков. Намного дороже. И сегодня, тем не менее, мы можем заявить, что 26 тысяч дольщиков в Краснодарском крае, большая часть уже получили свои квартиры и их права восстановлены. Помощь дольщикам, которые так и не смогли получить свои квартиры, это еще один самый важный этап совместной работы. В присутствии губернатора края и заместителя генпрокурора России заключают соглашение между инвесторами и мэрами Краснодара и Новороссийска. Подписи скрепили намерение завершить строительство девяти домов, а это больше трех тысяч человек, которые получат свои квартиры. Новый краевой закон предусматривает экономические преференции компаниям, которые готовы взяться за проблемные дома. Однако размер компенсации не может превышать реальных затрат, которые в итоге понес застройщик. Мы сегодня восстанавливаем права обманутых дольщиков за гораздо меньшую компенсацию по тем объемам, которые вы восстановили сегодня, чем компенсация, которая вчерашней властью вам была обещана. Соразмерность компенсации, коллеги, вот что самое главное. А когда у нас, допустим, там за 100 миллионов дается 36 участков по Краснодару, в любом месте, куда... Ну, коллеги, это не компенсация, это злоупотребление. Сегодня есть закон, краевой закон. Давайте в рамках закона пересмотрим тогда наши взаимоотношения. Наша конечная цель – это реальная помощь людям в виде передачи квартир, которые уже они и так длительное время ждут. Сегодня уже разрешены проблемы в отношении 121 дома. 50 из них было достроено и введено в эксплуатацию, а 65 объектов оказались заложниками формальных проблем. С этими проблемами мы также разобрались и в результате дома полностью введены в эксплуатацию, квартиры переданы людям. Предусмотрели в новом законе и различные ситуации, с которыми могут столкнуться при завершении строительства дома. Ведь уже сегодня известны случаи, когда недобросовестный застройщик не просто бросил дело на полпути, но и всячески препятствует, чтобы этот объект передали другому инвестору. Теперь этот процесс должен заметно ускориться. Найдено решение и этой проблемы. Мы совместно с губернатором разработали и приняли принципиально новый региональный закон. В нем продуман механизм, позволяющий принудительно изымать недостроенные объекты вместе с земельными участками и передавать их новым инвесторам и застройщикам, которые имеют возможность и желание завершить строительство. Для более быстрого поиска решений по каждому объекту на Кубани создали реестр проблемных домов. В него вошли не только многоэтажки, которые возводились на деньги дольщиков, но и самострои. Всего их получилось около полутысячи. За последние 8 месяцев из этого списка удалось исключить больше 120 домов. А это значит, что люди получили свои квартиры. До конца года из реестра исключат еще 47 объектов. И уже найдены инвесторы для 30 проблемных многоэтажек. Но впереди предстоит немало работы, обращает внимание Вениамин Кондратьев. Работа с застройщиками должна носить системный характер. Системный, ежедневный, если хотите, ежечасный. Чтобы мы снова не поимели вот такое количество обманутых дольщиков. Проблема будет снята тогда, когда мы каждому дольщику дадим возможность реализовать свое право и вселиться в его квартиру. И проблема будет снята. Только тогда она будет снята. Все остальное это будет уже болтовнью со стороной власти. А еще раз подчеркиваю, власть это для людей, для жителей края, это все мы вместе взяты. Именно поэтому требования ужесточили и к выдаче разрешений на строительство. За последние полтора года власти Кубани отклонили 175 заявлений застройщиков, которые планировали возведение домов с долевым участием. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Москаленко и Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.